ПЕСНЯ Господь и Бог наш, просим Тебя, благослови наши занятия. Сохранясь в любви и согласии, не дай нам уклониться в ересь. Направь наши мысли к горнему, освободи от всего ненужного, Господи. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Итак, продолжаем изучение первого послания к Коринфянам, Святого Апостола Павла, 7 глава. 29 стих. Так, я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие толкование. Чтобы к словам его будут иметь скорби по плоти, кто-нибудь не прибавил, но вместе и удовольствие, пресекает всякую надежду на удовольствие, поставляя на вид тесноту времени. Ибо все спешит к разрушению, и приблизилось Царство Христово, и, наконец, мы должны явиться ко Христу. Итак, если и есть какое удовольствие в брачной жизни, то оно непрочно и кратковременно. Вопросы? Продолжаем. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 30 и 31 стихи. «И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Толкование. Если и имеющие жен должны быть, как не имеющие, то что за польза связываться браком и возлагать на себя бремя? Что же значит, как не имеющие? Значит, не прилипившиеся к браку и жене, и не истощающие всех попечений на них. Таким же образом, никто не должен слишком озабачиваться и другим чем-либо. Ни печальными обстоятельствами, на которые намекнул словом «плачущие», ни радостными, которые означал словом «радоваться», ни договорами, которые выразил словом «покупать», и для чего, говорит, перечислять то и то? Просто пользующиеся миром сим не должны злоупотреблять им, то есть прилипляться к нему со всем усердием и пристрастием, ибо употребление излишнее и выходящее из пределов должного есть злоупотребление, то есть проходит и разрушается. Зачем же привязываться к тому, что разрушается? Названием образ показал, что вещи настоящего мира только не льстают пред глазами. Андрей, микрофон выключи в Белоруссии, который. Хорошо. Чрезвычайно легкий и не имеют в себе ничего твердого и существенного. Полкование закончено. Андрей Куракин вопрос задает. У нас занятия еще и в воскресенье добавились. Ты, наверное, об этом не знал, поэтому начало седьмой главы мы прошли в воскресенье, и поэтому вот с тридцать второго тиха сегодня только. Так, вопросы, пожалуйста, если есть, задавайте. Очень многим людям непонятно, как так иметь жену и жить с ней как будто и не имеешь. Ну вот нам толкователи растолковали, как это так. Не прилипляться, иначе это будет злоупотребление. Ну против подкаблучников прям бьет прям, я так считаю. А то прям вот, ну что прям на поводу идут уже мы. Михаил Гордеев, давай, поделить опытку. А зачем женился тогда вот? Дурак был. Дурак был, вот и женился, все. Не знал Англия, но теперь что, терпи. А я-то сколько раз дурак-то? Двое, дурак. Никак не доходит. К 82-м годам-то поумел хоть маленько, нет? Или еще бы женился в 25-м? Первый раз женился, я разженился. Должен был поуметь, а я опять женился, еще. И так до четырех раз. Ну а сейчас бы, возможность бы представилась бы, женился бы? Ну конечно. Ну как был дураком, так и остался, как говорится, да? Это точно, это точно. Трудно человеку одному жить, вот в чем дело-то. Трудно одному жить? Да вдвоем-то труднее. Неужели не понял до сих пор-то? Читай священное писание. Почему это труднее-то? Очень даже нетрудно. Через детей научается. Через детей вперед, не пустослужим. Все. Понял. Далее апостол Павел говорит, почему? 1 Коринфянам 7, глава 32 стих. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? Толкование. А каким образом могли бы мы быть без забот? Вопрос. Если бы оставались безбрачными. Поэтому прибавляет следующее. 1 Коринфянам 7, 33. А женатый заботится о мирском. Как угодить жене? Есть разность между замужнею и девицею. Толкование. Как это Павел, желая, чтобы мы были беспечальными, и для сего внушая нам безбрачие, ты опять говоришь. Неженатый заботится о Господне. Ибо вот, и здесь также заботы. Но они такие, говорит, какие соединены с браком. Заботы о Господне спасительны и усладительны. А заботы о мире вредны и тягостны. В самом деле, не есть ли тягость и прискорбие стараться угодить жене, и особенно такой, которая любит украшения и требует золота и жемчуга и других пустых вещей. Это и располагает жалких мужей к несправедливости и душевредным распоряжениям вещами. То есть они различаются между собой, и не одну и ту же имеют заботы, но разделены в своих попечениях. Одна печется о таких предметах, а другая о других. Коль же скоро заботы у них различны, то должно выбирать те из них, которые лучше и легче. 1 Коринфянам 7 глава 34 стих. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу толкование. «Недовольно быть святою телом, но должно быть таково и по духу, ибо в этом, то есть в чистоте души, состоит истинное девство. На опыте многие, будучи чисты и непорочны по телу, верны по душе. «Сверх всего обрати внимание и на то, что та не дева, которая печется о мире. Посему, когда увидишь женщину, которая выдает себя за деву, а между тем печется о мирском, то знай, что она нисколько не отличается от замужней». Павел для обеих положил определенные признаки, по которым можно распознавать их. Не брак и воздержание, но, с одной стороны, большую и беспокойную деятельность, а с другой – спокойное занятие своими делами. Следовательно, та не дева, которая обременяет себя множеством суетных занятий. А замужняя продолжает заботиться о том, как угодить мужу, и потому прилагает особенное попечение к своей красоте, или, чтобы почитали ее доброй хозяйкой, показывает себя нерасточительной и бережливой. «Вопросы?» «Нет вопросов?» «Все понятно, пока пишут. Аминь. Слава Богу!» 1 Коринфянам, 7 глава, 35 стих. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». «Я беседовал, говорит о девстве, зная, что это состояние полезно для вас, так как оно свободно от печали и забот и доставляет душе больше выгод. «Не для того, беседовал об этом, чтобы принудить вас против вашей воли оставаться в девстве, ибо узами назвал принуждение. Для того, говорит, чтобы вы жили благоприлично и в чистоте, ибо что может быть благоприличнее и чище девства? и для того еще, чтобы вы, будучи свободны от неприятностей брака, без развлечения служили Господу и предстояли Ему, всегда возложив на Него свои заботы». Первая Петра 5.7 Вопросы? Первая Петра 5.7 Кто-нибудь откройте? Я сейчас тоже найду, вспомним о чем там. Первая Петра 5.7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. На Него, а не на жену или не на мужа. Вот хотят во что бы то ни стало выскочить замуж. Зачем? Неужели Господь не позаботится о вас? Какое-то неверие прям показывается через это. Всеми путями пролезть туда. У меня вопрос, Сергей. Служили Господу без развлечения. Вот слово «развлечение», что, в какой смысл влаживается? В какой смысл в слове «развлечение»? Ну, впереди говорилось о развлечении. Так, сейчас скажу. Я думаю, это о семейных заботах говорится. О семейных заботах нет. Развлечения – это не есть семейные заботы. Развлечения – это... Так, кто знает, я вот сейчас ищу. Игнать Тихонич, ответьте на вопрос. Это седьмая голова для Пупкова, Гордеева и Дыгунова. Что, вас отключать можно? Да нет. Я просто говорю, кого надо спрашивать. Это знатоков по этому делу-то. А что пальцем в пустоту тыкать-то? Ну как, вы же тоже женатый-то. Ну так, что это развлечение-то? И узнавай, что нравится-то развлечение-то? Без развлечения. Православные это сказали. Вот сейчас Великий пост. Уже Масленицу нету венчания и нет общения с женой законной. Семь недель нету. Пасхальной недели нету. Вот девять недель не прикасается к жене. Кроме того, об этом написано, если поле засеяно уже, по засеянному, зачем сеешь, если знаешь, что она уже беременная? Теперь жди, пока у нее кончится кормление ребенка. Ну и теперь выше-то, и что тебе до развлечения-то останется-то? И да каждую среду-пятницу, да еще там три поста. И там останется совсем немного. Вот и развлечения-то и кончились. А забот-то набрал столько, что уму не постижило. Поэтому, говорит, я вас заботюсь, для вас. Будете иметь скорби по плоти. Так, говорит, а какое самое большое наказание для двоеженца? А чтоб две тещи были в одном доме. Вот и все. Долго-то на этой главе, чуть-чуть, чего останавливается-то. Понятно. Этим развлечением весь интернет наполнил сегодня. Первая Коринфянам, седьмая глава, тридцать шестой стих. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Толкование. Если кто, говорит, будучи действительно немощен по душе, почитает бесчестным оставить девой свою дочь, особенно, если б она перешла зрелый возраст, то пусть, говорит, и так будет. Как же? Пусть делает, как хочет. То есть, если хочет отдать ее замуж, пусть отдает, ибо не согрешит. Однако, лучше блюсти деву, как говорит далее. Я сейчас считаю, что вчера ролик прислали в Европе на первой странице скандал восьмилетнюю девочку гендера. То есть, она в восемь лет, девочка уже решила, что она не мальчик. И никто о ней, она половые органы, как у мальчика, но она девочка. То есть, в Европе уже полностью идет пропаганда того, что ребенок решает, кому ей быть, девочкам или мальчикам. А здесь мы считаем, отец решает, и то, когда она уже в зрелом возрасте. Про нее вообще не спрашивают даже, про эту дочь. Мир перевернулся совершенно. Ужас, что творится там с этими... Ребенок решает, кем ему быть, мальчиком или девочкой. А вы, взрослый, молчите и не смейте ему указать, значит, мы вас возьмем на заметку, приедет Роспотребнадзор или там еще что похлеще. Всех вас арестуют. Первое Коринфянам, 7 глава, 37-38 стих. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Паркование. Заметь, как сначала удивляется тому, кто соблюдает свою девицу, называет его твердым и стойким, и делающим свое дело с рассуждением, ибо говорит, непоколебимо тверд в сердце. Значит, кто выдает свою девицу замуж, муж тот не тверд. Словами, не будучи стесняем нуждою, показывает то, что отец имеет власть дать дочери своей мужа, и никто не может принудить его не отдавать ее замуж. Итак, честь ему, если оставляет дочь свою незамужнюю, поэтому и выхваляет его апостол, ибо хорошо, говорит, поступает. Но и тот, кто выдает свою дочь замуж, также хорошо поступает, ибо выдавать замуж не грех, а все, что не грех, добро. Но гораздо лучше не выдавать замуж, ибо это совершенство в добром. Так кто сейчас кого, когда спрашивал у отцов последний раз, покажите мне своих отцов, которые бы убеждали дочерей своих замуж не выходить. Ни одного не знаю я такого. Ни одного. Может, я слишком юн, и когда это было, когда писал апостол Павел, то 2000 лет назад. Давайте 100 лет назад возьмем. Были? Верю, что были. А сегодня покажите мне. Я удивлюсь, посмотрю на него, пожму руку такому отцу, прям памятник, может быть, при жизни ему своя. Имена, фамилии, кто может назвать? На теперешнее время вообще посчитают психически больным человеком. в дуку сразу отвезут его, и все. Правильно сделают. Сергей, мы здесь сидим с другом, у него к тебе вот такой же вопрос. Здравствуйте, это Александр. А вот если, например, здесь сказано при нужде у отца девицы, он, соответственно, должен выдать ее замуж, если там стесненное положение материальное? Что это? Стоп, не о той нужде говорится. Читайте, внимательно слушайте толкование. Никто не может принудить его выдавать или не выдавать. Вот какая нужда. Он свободен. Он хочет, отдает, не хочет, не отдает. Я не могу его заставить не выдавать, не выдавать. Сегодня в 21 веке христианам вообще глаза вот такие, да как, неужели такое могло быть когда-то? Поэтому и у нас ничего не состыковывается здесь. Поэтому ее 500 раз читаешь, и 500 раз думаешь, да не может такого быть, что так когда-то люди жили. Спасибо. А у нас нужда какая? Вот нужда, да, денег нету, надо ее выдать за богатого, вот и нужда прекратится. И у отца прекратится, и у брата отца, и у всех, и будет ее взять, нас всех кормить. Вот, проституция вот такая вот, одним словом, называешься. Ничем не отличается выдать замуж за богатого и пользоваться деньгами деньгами зятя, либо вот так ее на трассу. Тут только один богатый, а там пятеро или там пятидесятеро. А сущность-то одна и та же. Не об этой нужде говорится тут, как сказал, нужда. Вот и у них нужда. У них сейчас одна нужда выйти замуж за сына олигарха, а лучше за самого олигарха, чтобы он кормил всех, горбатился на них. Самим-то работать неохота своими руками. Фух. Итак, последний стих любимой головы. Седьмой, первое послание к Коринфянам. Тридцать девятый и сороковой. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе. Но она блаженнее, если останется так по моему совету, а я думаю, и я имею Духа Божия. Толкование. Здесь учит о втором браке, хотя и позволяет его, однако блаженнейшую почитает ту, которая не вступает во второй брак. Ибо как девство выше первого брака, так первый брак выше второго. Жена связана законом, то есть предостережением закона удерживается от прелюбодеяния, от того, чтобы через соединение с другим при жизни мужа быть прелюбодейкой. Но если умрет муж, она становится свободной от уз закона первого брака и получает разрешение. Далее. Только в Господе. то есть только с целомудрием, с честностью может она вступить во второй брак для произведения и воспитания детей, а не по влечению похоти. Далее. По моему совету прибавляет, чтобы ты не почитал этого необходимостью, а только советом, советом божественным. Думаю, говорит, и я имею Духа Божия. В этих словах больше смиренно мудрие, ибо не сказал имею, но думаю, что имею, то есть полагаю, догадываюсь. вопросов? Так. Нет вопросов. Неверующие-то все равно выходят и детей рожают, чрево убивают, а верующие тогда как по слову Божию поступают? Не понял я, в чем вопрос-то? Или констатация факта? Ну да, неверующие рожают, убивают. Верующие... Да и верующие убивают, называющие себя верующие. Муж маловерный и замуж при живых мужьях выходит, не хватает веры, тем более батюшка разрешил. Наплевали на апостола Павла, на... женись в третий раз, у меня первая жена, вторая, вторая. Я говорю, апостол же Павел говорит, что нельзя. Так это апостол Павел только думает, что он имеет Духа Божия, на самом деле это что-то его слушает, что прям так вот неверующая говорит, ну выходи, никого не слушай. Архи, еретики. Вот, выехали за границу сейчас. Епископ связывает дела на земле. Он может разрешить грех, то есть отпустить, если ты в нем покаешься. А может не разрешить, а может и пить имью назначить. Вот, а не разрешить при живом муже и разрешить это такой он сам антихрист самый настоящий. он грехи разрешает, а не разрешает, в смысле, тут слово-то разрешать грехи это прощать значит, а не разрешать греши. У нас русский язык то вот каламбур такой получается. Разрешать от грехов это значит прощать грехи. И разрешать грех это значит разрешать грешить. Совершенно одно и то же слово разрешать можно по-разному истолковать. К переводчикам. Вопрос к переводчикам. К совести вопрос в первую очередь. Что поэтому говорит моя совесть? Переводчики конечно мне охота чтобы они перевели так чтобы мне по 10 раз жениться и по 5 же он иметь за раз. Вот так бы перевели. а лучше сразу в мусульмане там честнее будет. Там 4 жены здорово живешь мир удовольствий а у нас без развлечения вот и выбирай либо с Магометом либо со Христом. Побода выбора. Христианство одна жена до гроба. А не нравится переходи к мусульману. 4 тещи у тебя будет при этом не забывай. хорош идем дальше первое послание Коринфянам 8 глава первости о идоложертве и ягствах мы знаем потому что мы все имеем знания но знания надмевает а любовь назидает толкование. некоторые некоторые с коринфом были совершенны и зная что входящие в уста не оскверняет человека Матфея 15-11 и что идолы суть деревья и камни и не могут вредить безразлично входили в капище и ели идоложертвенное другие же менее совершенные в виде таковых и сами входили в капище и приносили жертвы идолам но не с такой же мыслью с какой первые а думая что идолы достойны почтения и способны принимать жертвы это подвигло Павла к ревности потому что это вредило тем и другим совершенным тем что они услаждались бесовскими яствами а несовершенным тем что они склонялись к идолослужению и так апостол спешит исправить это зло и по своему обычаю оставив несовершенных обращает речь свою к совершенным и во-первых усмиряет гордость знания и говорит не вы одни имеете это знание но все мы знаем что идол есть ничто в мире однако это знание не только не приносит никакой пользы но еще и вредит воздымая и надмивая имеющего оное и через то отделяя его от ближнего если вместе с ним знанием не будет и любви которая напротив может соседать ибо что знание без любви разрушает то любовь восстановляет и созидает все делая пользу ближнего вопроса вопроса вот вот тут в Матвея 15-11 написано не то что входит в уста оскверняет человека но то что выходит из уст оскверняет человека многие люди встречаются мне в основном протестанты что сейчас вот эти посты среда пятница они не держат потому что это не отверняет то что попадает в наши уста вот как вот тут да лукавство там о чем речь то идет в Матвея 15 глава 11 разве о православных ли постах разве о православных постах идет здесь речь давай повнимательнее прочитаем о чем там речь идет нет просто когда говоришь им о посте что такое пост и что церковь приписала какие дни многие протестанты вот этот стих говорят что входит в уста то есть пища входит в уста и ссылается на Петра когда ему видение было покрывалось спускалось сверху вниз что все там он говорит я ничего нечистого не почитал он говорит то что Господь очистил то и это я еще Алексей понятно ты задай вопрос здесь о православных постах пишется или нет прям прямо они тебе прямо должны без лукаса ответить нет здесь идет речь не о постах это притягивание за уши самое наглое лживое и опасное не о постах здесь идет речь то о чем ну читай вот я открыто Матфея пятая глава одиннадцатый стих пятая пятнадцатая глава не то что входит в уста оскверняет человека но то что выходит из уст оскверняет человека то что говорит человек может сказать хорошее может сказать плохое может благословить а может отквернить этого человека но про то что входит в уста что входит в уста и пища нужно чтобы понимать о чем говорится в одиннадцатом стихе нужно прочитать еще выше я не знаю стоит ли мы сейчас этим заниматься или нет там говорится о почитании отца и матери то что они фарисеи учили не почитать отца и мать а то что приносить в храм то что полагалось для отца и матери и Христос им этим стихом объясняет дальше можно я чуть скажу вам давай здесь говорится о осквернении то есть мы знаем по иудейскому закону что можно употреблять в пище что нельзя там рыба без чешуи без плавников да вот ну то есть морепродукты животные которые без раздвоенных копыт здесь говорится о чистоте о кошерности пищи вот это раз а посты это совсем другое посты это воздержание от пищи и смирение плоти разные вещи Христос говорит когда его спросили почему-то ученики не постятся не могут поститься потому что находятся когда жених в чертоге в чертоге брачном когда отнимется жених будут поститься то есть мы-то постимся для чего для смирения плоти а здесь то что касается касалось это касалось закона касалось скверной пищи то есть кошерной и трефной вот в чем здесь разные вещи о разных вещах говорится вот в чем дело что для нас мы же когда не постимся мы же можем есть и свинью может есть а если это да что угодно там может есть и змей может есть и кого угодно мы-то у нас-то нет понятия о кошерности сейчас правильно ну вот любое мясо употребляется а если когда пост тогда вообще у нас просто здесь разные понятия вот в чем дело я закончил спасибо Игнать Тихань желаете что-то добавить ну вот Сергей это Ильин он все тут и объяснил тут надо смотреть идола жертвенная здесь видите как рядом совместилось все а пост пост Павел говорит непрестанно в посте и когда люди говорят разницы нет они передергивают эти моменты вопрос один посты нужны их сразу перевести на нужные рельсы они не постятся и поэтому они ищут любой способ чтобы не поститься а раз не поститься и молитва уже не такая это главное оружие против сатаны тут немного глубже и когда они подменяют эти понятия они защищают утробу свою а что это означает пост церковь установила а люди говорят когда надо тогда я буду постить феофан затворник это объясняет люди ищут четыре причины а как разница что я почту с ней почту и дальше и когда нужно я буду поститься и он на все причины подробно отвечает что все заключается в не хочу но когда говорит умрешь и тебя демоны в ад подтащат хочешь не хочешь а пойдешь поэтому все эти лукавые разговоры они связаны с утробой с леностью где поста нет там блуд и насилие тут этот грех идет в тандеме с другими грехами человек который не знает он думает ну и что сказали а вспомни как Саул заклял народ если кто-то до вечера что-то съест будет предан смерти и натолкнулся на собственного сына Иоаннафана а он что сел не кошерно мед мед разрешено было но нельзя было это было под клятвою церковь установила 69 правило апостольской кто не постится в указанные посты а какие великий пост вот этот перед Пасхой и средопятницей других не было и этот человек отлучается на два года на два года если ты не православный то разговор совершенно другой для тебя закона нет а православный не должен даже думать а мне возраст такой да что значит возраст комментарии свои сам дает это Осипов может разрешать у нас бабушка была что она пережила 96 лет если бы ей сказали что то есть она умерла бы но в рот бы не взяла молочная то есть молочная и никогда в России этого не было люди многого не знали но что пост указанный знали это абсолютно вся Россия знала и поэтому жили по великому уставу вот у нас есть книга к истинному православию на нашем сайте загляните кто нибудь во свете библии и там о посте просчитайте все речь идет о скверной пище кошерной не кошерной жертвенной о посте эти понятия нужно разделять отошел больше нет вопросов нет спасибо идем дальше первое послание к орифинам восьмая глава второй стим кто думает что он знает что нибудь тот ничего еще не знает так как должно знать толкование здесь говорит больше именно что если знание будет и с любовью соединено то и тогда оно несовершенно ибо никто будь то Петр или Павел не знает ничего так как должно знать что же надмиваетесь вы имеющие знания без любви ибо если бы вы имели знания и вместе любовь то и тогда еще ничего не знали бы в совершенстве вопросов нет пока идем дальше первое к орифинам восьмая глава третий стих но кто любит Бога тому дано знание от него толкование слова эти имеют такой смысл кто любит ближнего тот без сомнения любит и Бога а кто любит Бога тот не сказал познал Бога но имеет знание знание от Бога то и стал знаем Богу и своим став же знаем Богу он получает знание от него но и это знание несовершенное посему если ты будешь иметь знание не превозносись ибо оно несовершенное и не есть твое достоинство но дарование от Бога смотри сколькими мерами укращает их кичливость вопрос есть итак четвертый стих первое послание к арифанам восьмая глава итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем что идол в мире ничто и что нет иного Бога кроме единого толкования опять обобщает знания укращая их все говорит мы знаем что идол ничто в мире итак уже 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 нет идолов уже ли нет извояний есть но они ничто то есть не имеют никакой силы они не боги но камни и безы и так и так и так между эллинами и так простец и мудрец и простец не видели в идолах ничего более камней а мудрец думали что в них обитают божественные силы которые они и называли богами то простец сам сказал что идол в мире что идол ничто в мире а мудрец сказал что нет иного бога кроме единого посему не живут в идолах и силы божественные потому что бог един а немного богов не появились пока вопросы комментарии может быть недопонимание видите сегодня нам тяжело потому что нету идольских капищ и не можем к себе эти стихи применить хотя будет масленица и вот это вот сжигание чучела откуда это пошло и почему это именно на масленицу надо делать и как почему все это слепили с православной верой и где об этом говорит хоть апостол Павел сказал бы перед великим постом сжигайте чучело все понятно то есть вот эти языческие традиции переплелись с христианством и отделить одного от другого не всегда удается также и к иконам иконопочитание очень граничит с идолопоклонством и тонкая грань и многие иконами прям обвешиваются и думают что у них какая-то энергетика божественная и вот апостолы он говорит что а а тогда были идолы конечно не иконы но смысл-то от этого не меняется когда богом было повелено сделать медного змея когда змеи жалили и люди исцелялись взглянув на этого змея но когда его стали называть там нехуштан по-моему как как идолом богу это стали ему поклоняться как идолу богу это было уже неугодно так и здесь если к иконе мы прям уже говорят в присутствии иконы как будто она такое божество какое-то заносит было собрание в присутствии иконы очень похоже на идолопоклонство иконе как идолу поклоняются я не я не против иконы это священное изображение но поклоняться им как божеству это и правильно сектанты укоряют и упрекают но иконы это не идолы православные это надо четко уметь объяснять и доказывать сектантам идол в мире есть ничто а если на иконе изображен угодник божий который жизнь своей доказал житие его осталось и чудеса творили как же он ничто такой человек жил имя фамилия известна не фамилия не фамилия не фамилия не фамилия что-то можете сказать говоришь что идолов нигде нет а вот кришнаиты которые здесь были они все время воскуряют продукты и раздают обкуренное никогда не брать это прямо идоложертвенное вот сейчас женщина только что прислала мне запрос вот вы говорили в одном из роликов что у баптистов хорошие книжки вы там прочитали дуда я говорю хорошие хорошие прямо о христе написано прекрасное ну а вот мне прислали и там начинает я вижу что это буддистская литература куда девать ее теперь сжечь и руки вымыть и святой водой покрапить все это чисто сатанинское бесовское не просто заблуждение какое-то бесовщина вот и все они принимают у нас один брат был такой тогда белое братство было они там еще вместе кришнаиты и пришел его видит обкурили яблоки и дали ему он взял яблоко и уронил его уронил да потом пополз за ним под скамейки а потом сколько неприятностей было тут речь зашла о посте вот кто сейчас есть слышит если имя звание православное не противно считаешься исполняй пост а не так что первую последнюю неделю это не годится как Иоанн Затауз говорит у царя семь девиц дочерей а ты почти первую последнюю а остальных призеров ему понравится церковь это любящая мать а нигде не написано мать как не написано она жена ему приготовила себя любящая мать церковь православная дает нам благо вот эти посты да посты остальные там они не евангельского устроения но ты назвался православным и вопросы должны быть сняты вот в этой неделе сегодня среда разрешается все есть следующая неделя как всегда среда пятница не только там мясо еще разрешается а следующая за ней масленица уже нет среды пятницы заодно идет но мясо уже нельзя там разрешаются молочные яйца все заговор вот на мясо заговор через две недели через полторы а уже на великий пост 26 мы пойдем по кросский собор все там прощено воскресенье будет провозглашено будет митрополит местный сергий много священников у нас уже так принято у нас тут это прощение чин прощения рано проходит утром на литургии ну а все таки мы туда ходим ходим у нас там много хорошего есть воспоминания и тем более мы уже давно это решили встретим людей старых знакомых попросить прощения мало ли что так что готовьтесь к посту серьезно тогда не называйся православным зачем обманывать самого себя православия без поста нет это только обманщики могут говорить а если я больной старый там написано что если зело престарелый зело то есть очень дальше зело млад и болящий ему разрешается нарушить пост как нарушить разрешение священника и только разрешается растительное масло и немного вина все на больше ни епискот ни патриарх не имеет права разрешения не имеет беззакония ты можешь есть но только ты уже не православный не можешь причащаться а я пойду причащусь пост нарушаешь ты должен соглашенными быть но это безобразие просто священники не наблюдают за этим как же так вот мы живем в Барноволе потеряем у нас бабушки больные больные там умирают дома но ни одна не нарушает пост ни одна почему потому что мы занимаемся и никто у батюшки не выпрашивает во время поста гастрит там перитонит разреши батюшка объясняет нет у нас такой возможности а в церкви то с пошей рядом тоже православный но вот же распустили все безобразничает вот ответ а у меня вопрос Сергей могут попасть по посту Игнатий Тихонович вы не смотрите телевизор у вас нету а вот я смотрю телевизор у меня есть 29 канал православный и 12 православный канал 2 и по каждому каналу говорится о посте что это такое как вам должно быть как и прочее все и там совершенно другое все говорит кого слушать мне вас или там выступают митрополиты батюшки выступают патриарх выступает и он говорит что пост это не пища и питье а мир и святость во святом духе о душе подумая прочим и вот это вот а что съел ну и что пища не приближает нас и не удаляет дядь 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 миша так говорят да ну это мысли хорошее дело а вот если я подумаю о Боге как он ну подумал о Боге что ты ближе к нему стал если ты не доказываешь это делами ну вот это вот это я сказал баптистское изречение я его прекрасно знаю там вы сказали что митрополит подпишется духе святом подумай да это суесло Сережа я еще не кончил отбил лес простите Сережа я хочу сказать если желание у человека есть служить Господу без лукавства Бог даст силы я конкретно обращаюсь я жил в этой же стране в этом же городе был в армии и поста никогда не нарушал в армии там то что дадут то говорит и жили никогда не нарушен был в тюрьме не нарушил ни разу в лагере не нарушил почему Бог но люди вокруг это видят и вот у нас благовещение а я сижу в камере ничего никто не знает вдруг утром рано еще до подъема кормушка открывается заключенный не один приходит баландеры называется которые варят они большое блюдо принесли чтобы я переложил чашку прекрасная сельч я всю камеру кормил кто им сказал а в этот день разрешается рыба рыба великий пост благовещение вот какое дело мне сделали операцию тяжелая операция приносят утром есть я говорю что это манна на молоке я не могу есть а почему я православный ну и что еще тебя отдельно готовят я не прошу а как будете зато 5 дней осталось 5 дней только рождество я 5 дней и так пролежу они засуетились ну полчаса прошло манну несут уже манна это на воде мало того соки разные принесли и это в нашей краевой больнице в жизнедорожной я лежал не один раз с операциями и никогда не пришлось нарушить я полетел в Америку и вот только Финейр это с Финляндии трогается самолет туда с пересадкой в это время начинают стюардессы носить ну я кое-что помнил по-английски сказал что сейчас пост нельзя а что можно ко всем подошли два раза а ко мне четыре раза и грецкие орехи и земляники ничего только не принесли это было в 92 году я все еще помню то есть Бог всегда поспешает навстречу твоему правильному желанию и поэтому я не могу или больной не правда это я не герой никакой ничего но страх Божий позволяет это делать притом с радостью у меня нет радости когда дети в лагере я не могу в течение Петрова поста месяц дать теперь мы не нарушаем и в лагере никогда за 45 лет нет растительного масла не даем но теперь я молюсь Господи дай мне любовь к нашим православным постам которые не великие не среда пятницы а другие там рождественские успенские Петров пост дай мне любовь к этим постам у меня чтобы я делал с любовью Господи а я скрипя сердце и Бог дал это я говорю тем которые не имеют опыта поста хочешь не хочешь дьявол потащит да род Бесовский сгоняется постом и молитвой а те кто говорят что пост не нужно соблюдать понятно что эти слова не от Бога дьявол боится поста поэтому и говорит через уста архиерея он боится не где-то в лоханке сидит он в человеке в этом сидит он и боится и он защищает Бесовское православие Дмитрий Смирнов говорит когда проповедь это правая рука патриарх Кирилла какая наша вера перечисляет и отвечает Бесовская вера у нас вера без дел мертва и бесы веруют и трепещут ну и чем хвалишься Бесовскую веру обрел но это как раз тому кто внутри живет и с этим помрешь а дальше куда сохрани Бог от такой веры православие это чистота крепость соломудрия широта первое послание к Алифинам восьмая глава пятой шестой стихи ибо хотя и есть так называемые боги или на небе или на земле так как есть много богов и господ много но у нас один бог отец из которого все и мы для него и один Господь Иисус Христос которым все и мы им толкование поскольку сказал что нет иного бога между тем как эллины говорили что богов много то дабы не почли его явно противоречащим говорит хотя и есть так называемые боги то есть которых называют так но которые поистине не суть боги или на небе как то солнце и луна и прочие звезды которые были боготворимы эллины или на земле как то некоторые из людей признанных ими за богов но у нас один бог отец из которого все этим указывает на то что он творец и мы для него этим указывает на веру в него и на усвоение ему как бы так сказал и мы обратились к нему и привязались к нему чего приведено в бытие через сына и мы также через него приведены в бытие и в благополучии то есть сделали верующими и перешли от заблуждения к истине слыша слова один бог отец и один господь иисус христос не подумай что имя бога присвоено исключительно отцу а имя господа сыну ибо безразлично и сын называется богом например в словах от них христос по плоти сущий над всеми бог римлянам 9 5 равно и отец называется господом например в словах сказал господь господу моему псалом 109 1 но поскольку у апостола речь с целями чтящими многих богов и многих господ то он ни сына не назвал богом чтобы они привыкшие к многобожию не подумали о двух богах ни отца не назвал господом дабы не подумали что и у нас много господ по этой же причине то есть щадя немощь слушателей не упомянул здесь и о духе подобно как пророки ясно не упоминали о сыне по немощи иудеев дабы они не подумали о рождении страстно поэтому постоянно прибавляет один говорит нет бога кроме единого и один бог и один господь итак отца назвал единым богом для отличия от лжеименных богов а не сына равно и сына назвал единым господом для отличия от лжеименных господ а не от отца вопросы идем дальше идем дальше если вопрос так давай Михаил Гордеев задавай самый открытый участок вопрос такой Игнатий Тихонович он не слушает Осипова а я слушаю и есть у Осипова три лекции зачем приходил Иисус что он сделал своим пришествием вот Игнатий Тихонович и я раньше даже говорил когда у Батистов был что он спас нас оправдал кровь за нас пролил удовлетворение принес Осипов спрашивает кому удовлетворение принес богу отцу или дьяволу вот вопрос то какой кому удовлетворение а сектанты они всю дорогу говорят об этом высокую цену заплатил за нас кому отцу или дьяволу кто нуждался из них высокой цене вот какой вопрос Игнатий Тихонович этот вопрос совершенно не касается я не знаю знает он или нет но он не касается его у него на первом месте рождение свыше рождение свыше самый простой вопрос человек крестился правильно исповедовал Господом Иисуса Христа и получил крещение от священника все правильно сделано вот это его рождение свыше если он в младенчестве крестился семечко получил сердце свое это Осипов так говорит я вас никак не могу с Осиповым поспорить или что-то там еще задавать ему вопросы я убедился что это так а Игнатий Тихонович не хочет просто эту тему поднимать Сережа ты наблюдаешь не может вопрос можно я скажу сначала по продолжительности вопрос не может быть в 10 раз больше ответа это просто охота побалагурить можно я отвечу теперь мы смотрим по слову Божию по слову Божию по слову Божию нет нигде заплатил сыну вы задайте вопрос по Евангелию надуманный вопрос не в том что а как потому что Господь говорит отец послал сына своего а для чего пришел такой вопрос есть первое послание Иоанна 3.8 для того появился сын Божий запитая чтобы разрушить дела дьявола разрушить взять господство нас усыновить себе а он принес жертву кому жертву за грех а не кому человеку или жертву кому такой вопрос это не библейский это надуманно и поэтому отвечать нечего он может все кверх ногами ставить жертва принесена за грех а кому дальше не говорится и тебе не надо выдумывать этого в Библии нету а теперь дьяволу может где-то Осипов Христос приходил чтобы разрешить галстук носить брить любой грех оправдывать нашли какой авторитет Осипов вопрос задать надо правильно и поэтому евангелисты отвечают разрушить дело дьявола а для для чего нужно чтобы душу вырвать из его рук нет греха за которого не было бы смерти нету возмездие за грех смерть это коренной стих римлянам 6 глава вот мы должны по нему теперь поступить если мы видим что надо за грех смерть то кто умрет мы все смертные для этого сын воплощается через делу Марию берет на себя грех символи верны нету нету ничего этого а кому он принес хитро придумал сатана вопрос а теперь перекидывает его с неба и в преисподнюю вопрос вообще не по евангелию его не надо отвечать даже а то искуситель подходит это плата возмездие за грех смерть 6.23 послание к римлянам бог не может никому ни одного греха простить за так это его свойство божественное бог не может солгать написано не может отречься самого себя и не может грех простить без возмездия возмездие за грех смерть это божье сущность и справедливость а кому жертву принес такого вопроса вообще нет а куда она пошла потом жертву а насколько она действенно если бы было миллион таких галактик и на каждой жилье бы люди этой жертвы достаточно чтобы искупить всех вот и ответ Иоанна Златоуста можно я тоже чуть-чуть скажу одно слово можно в общем единственное что нет в Библии это слово удовлетворение принес вот этого действительно вот тоже некорректный вопрос ну я еще не знаю что там мне уже вот затыкают ну ладно удовлетворение слова нет Сергей ты меня не понял я наоборот с тобой соглашаюсь тоже некорректный вопрос про удовлетворение как и про кому жертву а чего нет в Библии а то мы не рассуждаем подсуждали время тут потратили ну нет мы сейчас отвечаем на вопросы это ничего страшного вот есть значит если есть жертва значит она и приносится кому-то но Иоанн Златоуст вот он говорит вот мы литургию служим и она многому научает вот в Иоанн Златоуст есть такая молитва никто же достоин и там сказано ты и си приносяй и приносимый и приемлемый и раздаваемый то есть это Иоанн Златоуст говорит и приносящий и приносимый и приемлющий и раздаваемый вот и все это слова я на стол это они есть если то или о чем другом ну все ладно я закончу Сергей вот это приемлемый это речь о жертве идет или о чем-то другом о жертве конечно он говорит о Христе он и сам жертву принимает и сам и приносящий и приносимый и приемлющий и раздаваемый вот так это а им да а им этим сектантам хочется как так сам себе жертву принес сам сам это а вы смеете все это опоганить все опошлить понятно еще вопросы так Алексей Куракин задает вопрос почему Новый Год и Рождество в разные даты отмечают ведь год исчисляют от Рождества Христова а в православии вообще новолетия в сентябре почему в эту дату Рождество Игнатий вы уже по-моему отвечали на этот вопрос коротко не я один раз отвечал уже вопрос это относится к Пасхе почему в разное время каждый год а здесь календарь один первый Ильяновский был римским императором а второй папа Григорий Григорианский заметили что отставание неправильно составленный календарь на 13 дней тут вообще отвечать не а Новый Год ни при чем он здесь Новый Год вообще церковь не знает это новолетие показывают было в сентябре было в марте ну а как да новолетие это искусственно придуманная дата она ни о чем не говорит никакого события не было а тут язычество елки рубить и деревья украшать это чисто язычество и как будто не веют церкви елки ставят нет этого вообще нету была зима было освящение храма это есть в Китае в одно время в Израиле в другое это условно условная дата никакого отношения к Рождеству она не имеет и по Новому Завету или по Старому никак не отмещается эта дата нигде не отмещается потому что они по лунному календарю жили начинается месяц Ниссана первое Адар а через три года у них было четыре месяца еще дополнительный Виадар а нового года вообще нет начало летнее весеннее равноденствие считалось новолетием это ближе к еврейскому и значит более правильное так еще вопросы если есть тогда продолжаем первое послание к Арифинам восьмая глава седьмой стих но не у всех такое знание Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов и дят идоложертвенное как жертвы идольские и совесть их будучи немощна оскверняется толкование не все говорят знают что Бог един а не много богов или что идолы суть ничто сказал неопределенно некоторые желая обнаружить их пред всеми ибо много было таких которые перешли идолослужение к вере но которые даже доселе то есть и после того как уверовали едят идоложертвенное как жертвы идольские далее сущие совестью признающую идолов то есть имея об идолах такое же мнение какое имели до обращения почитали их за нечто и боясь их как могущих нанести вред посему не сказал что идолы оскверняют но что совесть их идущих оскверняется так как она слаба и не может понять что идолы ничто ибо они сами по себе не могут осквернять никого итак пойми что идущие идоложертвенное испытывают подобное тому как если бы кто-нибудь по обычаю иудейскому почитал прикосновение к мертвецу осквернением но видя что другие прикасаются к нему с чистой совестью и стыда пред ними прикоснулся бы и сам он не осквернился бы но осквернился бы в совести будучи осуждаем ею вопросы первое послание корифянам восьмая глава восьмой стих пища не приближает нас к богу ибо едим ли мы ничего не приобретаем не едим ли ничего не теряем толкование дабы не сказал кто нибудь я ем с чистой совестью и что мне за дело если кто по своей немощи соблазняется объясняет что и само едение и доложертвенного хотя бы с решительным презрением к идолам не имеет никакого значения ибо хотя бы брат твой и не соблазнился то и в таком случае ты не сделал бы ничего похвального и бога угодного потому что пища не приближает нас к богу то есть ни в случае едения мы не имеем никакого превосходства перед другими и не совершаем дело особенно угодного богу ни в случае не едения не терпим потери и унижения но сейчас прочитали совершенно очевидно что не о посте здесь речь идет а о совести и бессовестные сектанты хотят наш православный пост то же самое осквернить и оболгать и унизить и осмеять о совести речь идет человек видит что знает что его знания эти надмевают идет выдохское капище мне ничего не будет а брат подумаешь немощный соблазняется наплевать мне на него нажрался этого мяса идоложертвенного все это вот сейчас бы Игнатий Тихонович бы и Михаил Гордеев бы Игнатий Тихонович говорит пойдем кришновитам мясо поедим но Игнатий Тихонович то он знает что ему вреда никакого этого не будет а Михаил Гордеев то глядит бы соблазнился и пошел бы ооо тут куда мы ходили да ооо да какое да да и все по любви бы Игнатий Тихонович поступил да нет конечно поэтому зная этого он говорит не буду есть мясо во век от греха подальше а где вот а тут то и любовь заключается что твои знания чтобы они не надмевали не ходи к этим кришновитам держись от них подальше и все понятно не о посте здесь речь идет а они говорят пища не приближает и не отдаляет а не отдаляет нету здесь точка с запятой вернее двоеточие здесь дальше ибо не едим ли ничего не приобретаем точка с запятой не едим ли ничего не теряем а почему они дальше не едим ничего не теряем вот и не ест он говорит здесь никакого поста нету хочешь кушай хочешь не кушай да не о посте здесь речь идет идет что передергиваете здесь не о посте здесь апостол Павел обращает свое внимание он обращается не к сектантам которые нарушают пост и уговаривают других не соблюдать этот пост а он обращается к тем братьям верующим которые ходили в Идальские капища и ели идоложертвенное ну и по что ничего им не повредит и он говорит да даже если вы съели зачем вы ходили туда есть даже если вы знаете что оно никакого вреда нет зачем вы туда ходили зачем потому что пища она не приближает к Богу а дьявольская пища удаляет от Бога это и понятно сейчас бы ходили бы православные к кришнаитам бы ходили бы эти идоложертвенные и что бы подумали совсем что ли сбрендили ребята Игнать Тихонович давайте первая коррета 8.8 нужно выучить наизусть его перевирает все до самых высоких чинов как в православии так и я не знаю только как у григорно-армян а сектанты все пища не приближает и не отдаляет вот эти слова которые втискиваются сюда кем они даются если внимательно мы посмотрим мы будем страшиться добавлять эти слова это не просто человек поесть не хочет пища не приближает да а как она может приближать а отдаляет да отдаляет и очень далеко из-за пищи вывалился Адам из рая кто к нему подошел змея а что такое змей древний дракон дьявол и сатана через запятую это его названия такие дальше пища отдаляет а роптали искали пищи когда шли по пустыне и Бог дал приговор кому больше 20 лет все умрете ни один не выйдет кто роптал люди которые слушали прихоти а кто наунущал дьявол пищу отдаляет и последний третий вариант будет когда нельзя будет ни продать ни купить то есть время будет когда время антихриста три с половиной года придет правитель из колена данного и пища будет отдалять продать купить это не штиблеты какие-то не шапку каракалю а именно пища задушивая человек когда все это дьявол говорит вот теперь и мы увидим кто добавил эти слова там антихрист там змей здесь искушал сатана все три раза которые мы находим в священном писании говорят пища не отдаляет говорит дьявол это дьявол заставляет прибавлять такие слова не просто слов таких надобавили а просто дьявол их подсунул сюда он отдаляет ибо едим ли мы ничего не приобретаем а что приобретаем то что было все съели не приобрели пустой холодильник а не едим ли ничего не теряем это дешевле а разницы нет мясное не мясное если разницы нет у тебя сохранятся деньги ты можешь подать милостыню зачем ты в утробу берешь тем более если берем хлеб обман может быть слабенький а если мясо какое угодно продают шашлыки разоблачили и что они делают осла собак и убивали людей и продавали шашлыки да и ты там в кабинете у следователя вырвала всех вот какое дело то поэтому особенно на мясе и поэтому про мясо говорится а дальше последняя степень отступления свиное мясо это мы считаем не где-то 14 глава кремлинам слово свиное мясо ни разу не упоминается а в толкованию ровно 10 раз значит именно об этом шла речь верующие во время поста что хотят едят они могут делать но не причащаться и даже выходить вместе с соглашенными им право это дается умереть вне церкви божией отошел 1 калифанам 8 9 берегитесь однако же чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных толкование этим устрашает их и не сказал это знание ваше но это свобода то есть самовольство и гордость да не послужат соблазном для слабых более виновными делает их то что они не щадят слабых которым которым было помогать 1 калифанам 8 глава 10 стих ибо если кто-нибудь увидит что ты имея знание сидишь за столом в капище то совесть его как немощного не расположит ли и его есть и доложертвенное толкование то есть если кто-нибудь слабый увидит тебя как ты называешь себя совершенного едящим и доложертвенное то не найдет ли он большего повода к тому чтобы и самому есть и доложертвенное и не более ли еще утвердиться это значит расположить в мнении что идол есть ничто ибо не зная твоей мысли с какой ты это делаешь он без сомнения почтет твой поступок увещанием вопросы понимаете о чем речь то 1 корифянам 8 глава 11 и от знания твоего погибнет немощный брат за которого умер христос толкование таким образом совершенство твое будет причиной погибели другого и при том слабого и такого за которого христос умер если же христос не отказался и умереть за него как же тебе не воздержаться отъезд чтобы он не соблазнился твоею пищею говорит златоуст вопрос первая корифянам 8 глава 12 стих а согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть вы согрешаете против христа толкование не сказал соблазняя но уязвляя дабы показать жестокость их когда они уязвляют и слабую совесть на самый же верх преступления возвел этот грех когда сказал согрешаете против христа в каком же смысле этот грех совершается против христа не в одном а именно христос усвояет деламое рабам его себе уязвляемые суть его тела и члены они разрушают то что он христос совершил через собственное заклание то есть спасение видите какие страшные слова всего-то ничего вроде бы знаешь что идол ничто никак он мне не повредит пошел поел а брат видя это тоже поел и ты убил брата своего тем самым согрешил против христа не по любви а все что не по любви грех и далее тринадцатый стих как бы итог и потому если пища соблазняет брата моего не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить брата моего толкование как отличный учитель собственным примером доказывает то о чем говорит и не сказал если соблазняет справедливо но как бы то ни было не сказал так же не буду есть идоложертвенного но вообще мясо хотя бы оно было дозволено не сказал опять в один или два дня но во всю жизнь свою ибо это значит вовек не сказал наконец чтобы не погубить но только чтобы не соблазнить вот вот это да вопросы продолжаем продолжаем тогда еще начнем девятую главу первая коринфянам девятая глава первый стих не не апостол ли я не свободен ли я не видел ли я иисуса христа господа нашего не мое ли дело вы в господи толкование Микрофончик выключите Александр Гунин Благодарю Толкование Сказав Если пища Соблазняет брата моего Не буду есть мясо Дабы кто не почел Его тщеславным И самохвальным Вынужден наконец объявить Что воздерживался от И от дозволенного Чтобы не соблазнить Кому-нибудь Тогда как Христос Заповедал проповеднику Евангелия питаться от Евангелия Лука 10.7 То есть за счет получаемых Я говорит Лучше решился Истоевать от голода И ничего не брать от вас Но работать своими руками И питаться своими трудами Ибо как кажется Были у них некоторые учители богатые Пользовавшиеся честью За то Что учили безвозмездно И тем старались Пристыдить Павла Уразумев это Он Как я сказал Не хотел кормиться За счет своих учеников Хотя и имел на это право Так Говорит Я веду себя А вы Не воздерживаетесь И от идола жертвенного Такова вообще мысль Этого места Которую он Раскрывает В нескольких стихах Впрочем Рассмотрим И порознь Каждое изречение Не апостол ли я Чтобы кто-нибудь не сказал Тебе нельзя брать Поэтому ты не берешь Говорит Как? Разве прочие апостолы не берут? Да Скажешь Что же? Разве я не апостол? То есть Такой же как они Не свободен ли я? То есть Никто не возбраняет мне брать Чтобы не сказали опять Прочие апостолы важнее тебя Потому что видели Господа Говорит Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Ибо После всех явился и мне Как некому извергу Читаем об этом В этом же послании В 15 главе 8 стихе А быть Самовицами Христа Было действительно Действительно Великим преимуществом Ибо Сам Он Христос Говорил Блаженны ваши очи Потому что Вы видите то Чего не видели Пророки И цари Об этом читаем Евангелие от Луки 10 главе В 23 и 24 стихах Если ты Свободен Если и ты Апостол Но не совершил Никакого дела Апостольского Что из того? Ибо И Иуда Был апостол И видел Господа Поэтому говорит Вы Мое дело Значит я Исполнил Служение апостола Но сказав Важное Прибавил В Господе То есть Исполнил Силой Не своей Но Господней Господу Нашему Слава Во веки Веков Аминь Аминь Молимся Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Блаженную И Матерь Бога Нашего Чистнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искления Бога Слово Рошую Сущую Богородицу Тя Величаем Да, Тихонич Молитесь Всемогущий Создатель Господь И Бог Наш Мы Предстали Перед Твоим Величием И просим Во имя Господа Нашего Иисуса Христа Умершего И Искупившего Нас От греха Помилуй И благослови Чтобы Злой Дух Не подходил К верующим Твоим Защити Духа Лжи И всего Что не Славит Тебя Мы просим Тебя Господи Даруй Мир Израилю Россию Украине Где война Идет И чтобы Мы научились Ценить Это благоприятное Мирное Время Приготовь Души Наши К исполнению Поста Которая Учредила Церковь И не оправдывать Себя Нарушением Его Лукавыми Отговорками Благослови Нас Господи Дай нам Страх Твой Святой Чтобы Мы Со всей Серьезностью Относились К своему Спасению Ибо Жизнь Это Уходит Она Такая Краткая Тебе Слава За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос С Богом До Послезавтра До Пятницы Сергей Воскречение В это же Время Своё Сударное Идёт До Занятия Надеюсь